Всем привет, друзья! С вами сегодня снова Джек Шепард и Артур, и мы продолжаем проходить DayZ. В прошлой серии мы дошли до коровника, и после 50 минут скитания мы не нашли машину, как хотели, но сейчас мы перезашли на сервер Нью-Йорк 7, и сейчас можно попробовать сходить еще раз, попытать удачу, найти машинку. Здрасте, кстати. Джек Шепард, мы решили в каждой серии, чтобы не выглядело, как будто я какой-то единоличник, что в каждой серии каждый человек пусть здоровается по очереди. Джек Шепард у нас пока просто не привык еще, поэтому забыл сказать, чтобы я постарался. Ну, он научится. Да, попыхали в торопях, козел. Так, ладно. Нам не в эту сторону, кстати, да? Я знаю, я просто хочу посмотреть, что... А, здесь закрыт. Ладно, все, пошли. Снаружи или внутри? Внутри с той стороны неудобный выход, блин. Ну, ладно, пошли, да. Снаружи. Ой, блин, ты сорвался. Говорят, что можно опять же на другую кнопку вот эту цепь переставить. Да, ну, блин, что-то как-то не... Да нормально все. Ой, зонка отреспаунился опять. Что-то они респаунился прям. Я вижу, идут нам до респаунился глаза. Да и ладно, хоть не у нас на спине. Да. Так, я в конце предыдущей серии четыре выстрела, и ни один раз не попал. И ни один раз попал, наконец. Да, но все-таки он же умер. Да, да. Так, ну, будем надеяться, что машинка здесь. Да нет, наверное. Ну, катим отсюда. Мне вообще кажется, что эти серверы NYC7, NYC8, на них вообще ничего не спаунится. Какие-то они, потому что отстойные, постоянно либутятся. Да. Хотя, как знать, как знать. Так. Да нет тут ничего. Ничего. Ты был прав. Так, ну, какая теперь у нас цель? Что у нас поблизости есть отглозных? Ты хоть раз был на перевале грозовом на краю света? Там ничего нет, но прикольно. Дорога так уходит в горизонт. Там ничего. Я когда был в редакторе, я однажды себя заспаунил, там на лысину на какую-то... Ну, ладно. В принципе, я не знаю, что там есть особо-то такого. Какие предложения? Куда хочешь пойти? Предложения. Куда можно пойти? Где мы, например, не были? Да мы везде были. Нам просто нужно цель себя поставить. Допустим, в чертовый замок я не хочу сейчас почему-то вообще. Да ну, как-то это... Четко. Меня там уже убивали неоднократно. Так, да дальше. На всяких вот этих вот лутовых местах, типа аэродрома, нам, в принципе, ловить нечего. Не потому что... У нас просто все есть. Нам, скорее, кстати, говорили, что от каменки в левом нижнем углу, где-то вот здесь в лесах, спрятан истер-эк. Типа там снежного человека, что ли, что-то такое. Ну, короче говоря, я не знаю. Ты хочешь туда? Ну, просто, чтобы был какой-то смысл куда-то двигаться. Вот, как я и говорю, уже, в принципе, если просто играть, играть, себя изживать начинает, нужно себе какие-то цели ставить. Поэтому... Это под Павлова где-то, да? Это налево от каменки. Ну, под Павлова. А где тут Павлова? Ну, от каменки наверх Павлова. И вот между каменкой Павлова где-то слева из трага. Еще ниже. Вот видишь, тут высота, допустим, 204. Ага. Вот примерно в этих местах, говорят, что-то такое есть. Но опять же, блин, это миф. Но мы же миф разрушаем. Да, мы будем идти через всю карту. Я думаю, это будет очень интересное путешествие. Да, путешествие. Приключение. Кстати, вот от Гвозно здесь, посмотри, на запад у нас. Какой-то населенный пункт без названия. Это, по-моему, продолжение Гвозно. Налево, да? 37, 81. 37, 81. Ой, Андрей, так. Мой топографический кетенизм. Ты пока смотри, я буду наскрыть. А то оба сидим в карте. 81, 37. А тут, по-моему, этот, типа шахтерского городка какого-то. И вот тут вот, куда я сейчас показываю, ты не видишь. Ну, тут, по-моему, этот... Конечно, мы пошли. Дорожка есть, ответвление такое, да? К зданию какому-то. Вот туда можно сходить. Так, ну сейчас можно двинуться туда. Вот, я примерно, куда нам надо. Вот так примерно. И по полю. И по полю. А, не вижу тебя. Я по полю в полный раз бегу. Остановился. Вон ты бегаешь, вишня. Ну, нам надо... Ой. А, блин, это ты с фонариком. Я думал. Я думал, все, прилетели за мной. Надо будет чуть травее, да, по-моему, брать. Кто за тобой прилетели? Домой забираешь, что ли? Не палимся. Не палимся. Ну, все же, это у нас Жанна Агузарова от Игрового Мира. А, бородой. Зачем ты меня спалил? Теперь все будет прессивно со мной. Туда же. Копу отсоединился. Коп, кстати, знакомый ник. Это, по-моему, кто из подписчиков был. Хотя, может, это из какого-нибудь аниме очередного. И там, как вот всяких там, учиха, всяких таких дофига ников. Люди же у нас любят хоревые. Я просто одно слово знаю, которое называется «Ноучи». И это наше любимое оружие в Dark Souls. Ну да. Какой квадрат-то был? По вертикали. Хороший вопрос. 87, по-моему. Или 84? 84, скорее. 84, 36, вроде бы. Войл, какой 84? 81, 37. Да, 81, 37. Ну, видишь, ни у одного у тебя топографический критинез. Это называется «Посади обезьян», да, МГПС-неганеры? Они от этого круче не станут, только мы такие же. Зато убивать научились. Это самое главное, да. Хотя, если вот кто-то сейчас с СВД бежит, то тут нам уже ничего не поможет. Может, хоть мы будем Чаками-Норисами. Ну, ты не говори, ты недооцениваешь Чако-Норис. Черт, не хамна помоил. Он придет за тобой, как вот за мной чуть не прилетели, а за тобой. Жди. Так, ну, сейчас мы к этому шахтерскому городку подойдем. К чертовому замку. В принципе, там просто, ну, можно было бы сказать, ну, что там делать-то в чертовом замке. Да и я не хочу туда идти, там ничего интересного нет. Мастерман не смог присоединиться. Бывает. Да. Сейчас он, по-моему, опровергнет эти... Теорию сервера, да, докажет тебе, что сервер не прав. Ну, да. Так, ты далеко до лоника нежал. Сейчас я до дерева добегу и подожду тебя. Да, ты опять не решил устроить пристав эпилепсии? Заточь الله. Вот эти на азбуке моза сказал, куда тебе нужно идти. ПИИПА. Да. Так, ну, мы уже 80... Сколько к 44. Восемьдесят первой долготе подошли, теперь остается строго на юг идти и придем к этой деревеньке. Мне осталось Лешего найти. Я его не больно-то хочу, но я думаю на вот таких вот ночных и дневных лояжах очень пригодится все-таки. Можно было снять тогда. Ну да ладно. О, там слева вышка. Только не говори опять, как ты там эту вышку заметил? Где она? Ну, я не подам виду, что я ее не вижу, но я ее не вижу. Она слева вообще от нас. Слева такой офигительный ориентир, особенно этот. Ну вон, да я смотрю. Там вышка, да? Да. То есть прямо на восток. Вон я лягуханы вижу, но с того, что он охраняет, я не вижу. Ну ладно. Ну как, достань длинномер, как он выглядит вообще? Да как этот, как бинокль, только светлый. А, точно смотри. Круто. А, я не вижу мир. А, я снова прозрел. Так, где-то. А, вот. Дезориентирует, когда... Смотри на меня. Смотри на меня, смотри. Да. Ах, чё. Кстати... Дел, гады, сердце радость. Да. С прибором ночного видения не так. Не знаю, долбить в глаза, твой фонарик, так что нормально. Видимо, защита от таких гениев. Да офигеть, я так и не вижу эту вышку идти-то вперед, а? Мы к ней идем, да, все-таки? Ну, да. Вдруг там лежит М243 или М243. Ну, понятно, что мне снайпером лучше не быть. Слушай, я в последнюю очередь все замечаю. Тихо, зомби слышим. Достаточно близко идет. Да, справа идет. И вроде как к тебе прыгает. А я вроде как к нему прыгаю. Не, надеюсь вы встретитесь. И будь уже долго счастлив. Ну, здесь почти то, чего ты хотел. Здесь патрон для твоего любимого оружия. Да ёлки-палки, я чувствую. 200 патронов, Т-49 лента, 8 патронов М1014 дроп, химсвет. Так, капец, она становится, нет? Нет, ребята, бипа. Магазин АКМ и пустая консервная банка. У меня такое ощущение, что он на лаге. Или ящик туплю. Короче, он около гучки ходит. Я ему одну пуля впустил. Блин, ты сейчас спалишься? Ой, ой. Ааа, это было во время. Спасибо. Я думал, ты убил просто уже. Я же сказал, он около гучки ходит. Что, у меня есть? У меня что-то есть. У меня есть бульоталяющие, надо, нет? Нет, у меня их. Хватает пока. Не сказать, что много, но хватает. Так, дальше. Справа далеке еще не ходит. Дождь 2. Так, ну все, идем на юг. Я уже вижу какой-то домик и каких-то селян. Плохо то, что когда винтовку переключаешь на пистолет, он опять патроны по умолчанию ставит обычный. А до звуковой приходится уже самому досылать. Ага. Это не очень хорошо. Так, какой-то домик. Так, а нам, по-моему, по этой дороге нужно идти. Вот в эту сторону. Заяц. Заяц бежит. Стой, Косов. Стой. За все этот заяц. Ушел. Так. Так, ты кто-то западнее пошел? Я строго вниз пошел по карте. Подожди. А, опять нету этого. Тож, фрец. Эмэм. 81, 38 нам нужно. А мы находимся. 82, 48. Это капец, мы опять не туда ушли. 49. Блин, мы наверх идем почему-то. Мы вообще не туда ушли. Нам на север надо было. А сейчас нам на север нужно. Отлично, какая обычно. А нет, подожди. А, все-таки как. тут был ты елки-палки расстояние 500 метров а мы ушли хрен знает куда короче идем на север по 81 долготе сейчас выходим на 81 и идем строго на север только так мы дойдем иначе мы со всякими губками будем сбиваться я надеюсь но все значит мы получатся не зашли сюда к обратную сторону за мы я перед тобой праве видишь нет быть я увидишь что лет и дышать и что ли я прям блин сижу перед так правее бери куст человек куст офигеть блин ты пока не двинулся тени я знаю где надо подбегать разворачивать спину и сидеть не двигайся ты меня видишь да нет откус какой-то иду дальше маскировщик блин я тебя с пнв в упор не вижу это полезно да классно будет если ты будешь идти впереди когда где-нибудь будут рядом враги чё коснут нос к носу с ним встречишься я такой артур тут враг ты такой да никого нету вкус да отстал ты да бегу бегу за тобой угонишься я с такой скоростью бегу как ты ты бегаешь быстрее помню чем мы все почему у меня полный перегруженный рюкзак но ты мешать тебе бегать быстрее я не знаю почему видимо это как это у тебя ну посмотрите он просто быстрее бежит ну да кстати чуть-чуть быстрее да чуть чуть быстрее опять но с рапочками контакт наладил да так встань около меня так стоишь портануть да когда насчет 3 раз два три три ой я чуть поранчик убежал нет вот я чуть поранчик убежал посмотрите он просто меня обгоняет да я отрываюсь потихоньку у тебя ноги как то так чик 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 быстро у меня более медленно все таки бегут ну хорошо самый страшный боясь это спринтер точно ну я же помню блин это за кадром конечно опять осталось и нас опять начнут ругать когда нас снайпер то чуть не снял как ты тогда к нему рванул то буквально все продавали ко мне мы опять с 81 параллель вышли короче чуть проявить я на 80 если ты сможешь побить спринтера то он убежит тебя ты не догонишь если он начнет тебя бить 5 него не убежишь спринтеры страшные люди действительно опасные люди так вот мы с пройдем ради и бегать мне кажется что человек ладно ладно ты пали а то я сегодня опять рассеянный приходится ждать тебя вечно давай у нас кинется что я не знаю не знаю скорость моей не радует вот он тебя пушка с душиком ну да я кстати посмотрел что сейчас помню другой геймплей комбрайдера там все не настолько печально как я помню что в подкасте говоришь что там бегает она шутган ну это по моему тупость уже мол шутганом бегает убивает не знаю но все таки не часто то не больше как все равно дело мне очень нравится короче говоря то что вообще лару девушку убивает ну в принципе я и в старой части играл с был у меня знакома чисто на тел слава я играл да я надеюсь легенды прошел универсали прошел из таких уж старых там была какая-то на сонике я помню играл вообще одна из первых сейчас вот смотришь первую часть я первую часть на сонке играл да просто вот блин такая графика крутая казалось просто первым томбрайдер и невозможность вообще это вот как сейчас вот там допустим блин вот жду чарты 3 да возьмут сейчас смотришь елки-палки блин вот как все таки мы просто раньше у игроков по большинству воображениям дорабатывала кстати я уже слева нас и нам надо я прохожу пока разговаривали так что раньше было у игроков воображение сейчас его все меньше и меньше сейчас выбрать думать особо не приходится конечно так ну что стандартная метода потихоньку помаленьку тут где-то ли бухан был сейчас я душу налево за дом зашел да хочу убить нет он дальше ушел по-моему дом в одной да вроде бы телефон к нам блин зомби неудачно стоят попроси чтобы отодвинулись да он так-то вежливо отходит да дом заходной если чем можно у него забегать интересно к этим фургончиком сделать какое-нибудь применение а этим фургончиком ну не знаю было бы круто вообще чем больше расширяет игру тем она круче становится что-то нового бы не помешало что у нас тут у нас ведро в полу застрявшие кстати здесь пола вообще нет здесь вместо пола земля люди видимо суровые жильцы челябинцы крутой дом я снаряжение не могу поднять к камуфляж кама круто магазин пм2 бинт финальный фаер и все давай проверим сейчас как раз текстурки так я его надеваю да 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 текстурки отличная а у меня текстурки конечно просто офигеть а у меня текстурки конечно говно да так я обычно одежду выкину тогда ну вот тебе этот рюкзак эта одежда вообще идет да у меня мой джахет какой то смотри но он натурально на своем фишеру похож мне кажется я знаю на что Артур потратил ближайшие 200 рублей в кармане откуда ты это знаешь откуда я не знаю интуиция по мне кажется короче блин ну неплохо ладно сейчас придется потратить деньги придется кто то кто то любит мои деньги считать типа вот это покупаешь это покупаешь проще скачать я не знаю мне комфортно играть на лицензию при том что игра абсолютно та же самая и одно время я даже промышлял типа магазинчика был по продаже пиратских игр на ПК так 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 ну короче говоря этот как то вот для себя мне всегда лицензии хотелось и когда у меня первая сонька была я на нее столько лицензии покупал потом все это распродал конечно ну короче говоря я за год чуть ли не блин я боюсь там вообще страшные цифры выходили поэтому сейчас как то все таки постепенимся в этом плане можно таким шутким он заход ну прям к нам идет отлично тихо работаешь сэм тихо работаешь ну короче не знаю мне вот совершенно не зазорно потратить 200 рублей при том что я зарабатываю вполне себе неплохо могу себе короче говоря позволить а то что народ гугуртит в принципе блин зачем мы вообще об этом разговариваем зачем считать чужие деньги во первых да здесь по моему будет сейчас типа этого типа гаражика если это то место которое я думаю может быть пройдем стрелу так что будем убивать да зачем в принципе он в другую сторону идет прыгать все мирно да и прыгает как бы с ним вот он по моему как раз а нет это не то зато здесь у нас курятник это офигенно да так ну ладно да ты где я обошел через забор да вон вижу так ну и собственно что мы вроде здесь все смотрели куда теперь идти ну путь у нас прежний то есть мы идем в сторону каменки а сейчас у нас на пути чёрт так замыли на 37 78 попасть и чё там делать ну увидишь увидишь 37 78 а ну да что то интересно ну да не знаю продолжая тему о покупке игр были времена когда было проще например скачать не знаю образ игры то есть там до выхода сеть попробовать игру но я в основном делать только для того что так осторожно зомби обойдем или убьем я хочу его убить убьешь его да ты давно не стрелял чётко да вот и продолжаем а я в основном игры качал для того чтобы попробовать просто посмотреть нравится мне это игра или нет потому что просто так если ты ничего не знаешь об игре тоже платить не знаю там 900 рублей а по-моему это немножко глупо ну как глупо забрал мою газировку да я хотел так у меня есть кстати питье какое нибудь кроме этой фляги нет нет ну ладно ну и все в том же стиме например мне куда удобней да я там старую какую нибудь игру захотел поиграть блин нажал на кнопочку она скачалась за 15 минут и все и я могу играть никаких проблем луна выходит стим вообще на мой взгляд наравне с xbox live в целом очень удобно офигительный такой сетевой сервис xbox live только за него еще деньги просят ну там конечно по удобству он даже получше стима там вообще чего только нет да а PSN он похуже да с PlayStation Plus там постоянно бардак какой-то и постоянно какие технические работы но там ассортимент не такой большой я например когда брал консоль думал что ну все игры в цифровом виде можно купить ну да чтобы мне не пришлось там ехать в магазин покупать коробку какой-нибудь старой игры которой уже например нет вот именно допустим в том же Origin или в стиме ты покупаешь ну скажем Max Payne ты знаешь что вот ты можешь его предзакачать за день и в день когда он вышел ты никуда не выходишь сидишь дома толстеешь прыщами зарастаешь и воздух свежий тебе не нужен ты просто запускаешь и все играешь удобно я боюсь как план еще будет ну и бывают моменты когда ловишь именно кайф от того чтобы там в день продаж поехать в магазин купить кальцийонку да некоторые игры просто приятно так за лимота вторым к примеру ездил за кальцийонкой ты тут тоже по-моему да да ну вот так что покупайте игры люди если игра хорошая то я думаю я главное приехал тогда в 1С интерес за обычная версия ну нафига мне эта коллекционка потом увидел как ты ее так слюна пошла ну и что пришли мы сюда тут окажется ничего нет ну да единственная коллекционка вот такая за тысячу рублей которой я жалею это Call of Duty Black Ops я не знаю что мне в голову взбрело ее купить коллекционки такая вещь они бесполезны по большей части вот тоже коллекционка Dark Souls но блин красивый ну там там офигенно есть артбук вместе с гайдом по игре да демонсов тоже коллекционка была у меня но потом что-то я ее продал ну я ее с первого раза не распробовал эту игру я думал коляне не следили я думал коляне не следили и короче ну там там не только коляне по следили там так мучили это просто капец да вот это та игра и Dark Souls и Demon's Souls на которые если ты сам не посмотришь да как кто-то играет и получает удовольствие ты можешь ну как бы просто мимо пройти я например раньше думал что ой да ты там какой то супер хардкорный проект я там блин куплю себе игру да за две с половиной тысячи буду больше всего умирать и там забью на середине мне так казалось я вообще не думал что от дикой сложности что? креп слева наверху ну так от чертов замок блин манит манит нас чертов замок манит 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 в красных труселях вон можно в ломбарчик зайти а что там делать нет просто вот так вот логически подумать единственное что там можно найти это людей а нет мы мимо пройдем мы не пойдем туда мимо пройдем нечего нам там делать в ломбарчик вон зайдем потому что у тебя нет еды и пихия еды то у меня дофигища в тени причем жареное мясо тебе кстати нужно жареное мясо тут? у меня есть самое главное что я неплохо набрал пакет в крови пока был в электро бегал в этот амбарчик зайти нельзя да как так а точно нельзя ну и все так то нам надо дальше о вышка где опять выше а вот мы же с тобой здесь были братья ну да мы с тобой здесь были я знаю и зашли как раз оттуда да где я опять ты прям на этого идешь я знаю да давай шутки на шутки на хэд мы болеем за тебя до свидания молод до свидания так а что у него есть он же военный может что хорошее быть не у него а вон что то есть кустая консервная банка отлично ну да военный запасливый там еще один ходит расстояние метров двадцать где-то нет давай ты поднимешься я что то сегодня на все вышки поднимаюсь я даже не смотрю что там наверху давай только вмести что то там есть попробуй к чему то я думаю есть там станаги то а нет тут не станаги станаги же честно как рожки лежат да будем будем здесь все по переменам делать ну че там че там че там че там че там так тут у нас станага а это ДМР лежит Блин, магазин АКМ, магазин ДМР, пустая банка газировки. ДМР, он бы мне пригодился, если бы я пользовал свою старую винтовку, которая была у нас 3 серии назад. Ну ладно, сейчас пока. Их, блин, вот ДМР достаточно сложно найти. Мы вот сколько с тобой сегодня бегали за 3 серии, 3 рожка я находил. Не так, что прям очень сложно. Да, но нет, в том смысле, что это как-то вот наоборот исключение из правил. Так, мы вообще должны вроде бы идти на юг, ну на юго-запад даже. Не, мы знаешь как идем? Мы, я думаю, почему бы нам до Петровки не сбежать? Мы недалеко от нее, она находится в квадрате 50-28. Давай, кстати, по северной стороне, да, пробежим, и потом тупо вниз будем идти, да? Так, давай мы доберемся до 28 широты, и оттуда пойдем налево на запад. Окей. Так, это нам нужно до 28 строго наверх бежать, ну как-то вот так, короче говоря. Блин, у меня так лысина блестит. Да не шутяй, я тебя потерял. Как так? Ну в этом камуфляже-то я тебя вижу, я с тобой наблюдаю и смотрю, когда ты меня найдешь. Я не шевелюсь специально. Любее. Вот я ставил. Вот, блин, сливаешься. Круто. Ну, камуфляж тоже не хватает. Я специально слышу, что ты меня не нашел. Молодец. Смотри на мою высину. Сейчас ты высину. Она крутая. Высо-высо-высо-высо. Не расплывчатая теперь. Блин, костюм, конечно, текстуры вообще перпец какой-то. Да, не по себе. Текстурка в армии говно, говно, текстурка в армии. Квад, они нормальные. Нужно только заплатить денежку. Это хитрый план по выдавливанию денег. Да. Но я на него купился. Он специально, наверное, такие модели сделал, чтобы мы докупали. Помогал своей родной богемии. Мне не жалко богемии деньги отдать. Я и арму, и оперейшн флешпоинт всегда играл на пиратке. Потому что тогда я еще был молодой, и мне было пофигу. А сейчас вот я уже могу себе позволить, и их могу отблагодарить. Поэтому я им дал эту денежку. Потому что я столько времени провел в этой игре. Что у нас там на горизонте такое? Ой, не знаю. Вряд ли что-то хорошее. А, это звезды. Просто мне показалось, что та черта, они какого-то замка. Это, кстати, недведица, по-моему, большая, да? А в этой игре что, G36C есть? Офигеть. Блин, я хочу себе эту винтовку, она мне нравится. А, какого человека с радио не уберитесь? С ССИ радио? Ну, радио, видимо, все-таки существует. Потому что, помнишь, мы же приходить, когда не было. Да, миф подтверждается. Идем на Зеленую гору и сейчас заодно, да? Там, кстати, говорят, на Зеленой горе машины не появляются. Да, неоднократно уже слышал. Так что по дороге заглянем на Зеленую гору. Раз. Так. Ну, вот, собственно, у нас 28-я параллель. И теперь нам нужно строго надо его пилять, 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 пилять по карте налево. Запикивать тебе придется, конечно. Я пилять, говорю. Ну, не, я знаю. Я когда сказал блин слово, все подумали, что это был мат и мне доказывали просто. Да, это печально. У человека стингер в рюкзаке. Теперь я читер, говорю. В этой игре это, по-моему, самое важное оружие вообще. Очень сильно пригодится наравне с гранатами. Да. Особенно для скрытных волосок. Стингер, он наводится чисто на тепловой след от двигателя. И, по-моему, он работает только по системе земля-воздух. Поэтому, если кто-то, конечно, один шанс из миллиона, что кто-то мимо будет пролетать на вертолете. Потому что за то время, что мы... Ну, такое сейчас бывает, да, часто так. Да, да, часто. И из-за этого я представляю, сколько стингер занимает здесь, в рюкзаке. Представляешь, человек запустит стрим. Ага. И стингер полетает. Так. Микрофон тебе нужно менять. Да, что-то он у тебя лажает сегодня. Проблема. Скрипит. Не скрипит даже. Ну, ты понял. Ну, часто меня слышат, да. Слышно, но хуже, чем тебе стало слышно, кстати. Потише. По шеруде там еще чего. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Нормально сейчас? Ну, потише стало. Я не знаю, чуть-чуть потишка звук у был. Ну, я пытаюсь... Ну, вот нормально. Вот оно нормально. Ну, просто я говорю, что заст goat в магазин куплю микрофон. Что за микрофон строка situations? своя время какой нибудь купил а потом уже буду заказывать может быть как бы четыре месяца микрофон пол самым по моему хороших предложений не всем понять что это значит наши деньги начнется ну блин для я не знаю мне как то отмечал я понимаю об этом не знаю на наркотики деньги тратил продал бы когда поделал шар хорошие и теперь туда вложиться просто мы как-то этим уже полу профессионально тоже занимаемся нам обычные микрофоны не сказать что прям уж так подходит поэтому все таки для зрителей лучше слушать для и не лучше он от и прочего шипение фонов кстати на нем достаточно этом полу профессиональном с помощью специальных программ приходится очищать но вот дези я допустим вообще напрямую через фрабс теперь пишу безо всяких сторонних программ потому что он это тут постоянно шум какой за ним просто фона не слыхать никакого в общем таки дела да так луна вышла и уже по малинку я вижу куда я бегу но все равно очень темно а вот да вроде бы светло как раз нет луна она за горой сейчас поэтому так то я себя вижу очертания вижу но я смысле я прибор на ты выключил на где я кто и блин не область к рюкзак мы зато светится ночью как будто он не я не знаю, фосфором обмазан весь да, то ректак так, мы на двадцать седьмую шрату ушли как обычно сбиваемся с курса безымянные спрашивают русских но мы тактично промолчим нузы что такое нузы а, понятно еп а, наоборот, не работает все, он понял, что он попал бразильцы есть бразильянцы только, говорит, не стреляйте, окей русские здесь, да только не стреляйте Russians coming так, блин, далеко нам еще какой там был по-моему, подходим, сейчас шестьдесят вторая у нас практикаль она находится на 49 блин, еще достаточно блять-то идти, идти бежать короче, ну, порядком еще что-то ты куда-то а вот, как-то и вперед убежал с моими такими ногами а, вон так блин, ну вот я прям перед тобой же встал я думал бы на меня посмотрел нет, не увидел ох, вот здесь бы квадрик и просекать на нем да, кстати, ребята хватит, пожалуйста, предлагать между северными типа, давайте я машину подгоню, вертолет но это же неинтересно будет если мы своим трудом будем этого добываться и вам не добиваться добываться добываться все, мы уже третью серию пишем 50-минутную, так что извините да, короче говоря, ну, возможно, когда уже будем заканчивать эти серии кстати, некоторые говорят мол, бы затягивать мы не затягиваем мы делаем, пока это нам интересно и пока это интересно людям если кому-то не нравится то просто не смотрите если, когда уже будем заканчивать то возможно потому что очень трудно найти, скажем, вертолет попросим кого-нибудь пригнать вертолет просто чтобы он нас да, что мы улетаем с острова и все но пока что вроде как все продолжается как видите, уже дел для нас особых нет но просто находиться здесь интересно да, нам нравится, вам нравится это хорошо мне всегда казалось, что вот на этой винтовке М4 у нее в прикладе, видишь, дырка то есть, именно в том месте, к которому она плечо прижимается сквозная такая что это, по-моему, непрактично и тупо сделано ну, то есть, я понимаю, что они там в основном-то по грязи не ползают что это наши американские но куда они там в нашей говнине, если они будут туда столько всякого мусора набьется это же просто капец хотя, я не знаю, я не спец может, я и ошибаюсь да, может быть, это и практично да, возможно, туда удобно там, скажем, химсвет толкать хотя, зачем спички, может, там не знаю, уже может быть не воевали, слава богу думаю, надеюсь, с ними в жизни не придется да так мы опять на 29-й параллели ну, как и обычно все бежим по лесу себе спокойненько никого нет сегодня у нас спокойно сели всего-то мы убили у меня, кстати, как блин, у меня опять все обновилось и у меня злая морда после того, как я камыш делал да, да, совершенно нет, у меня по статистике 48 зонги убито 38 хэдшотов 3 убийства 1 убийство бандита кстати, этого убийства бандита у меня не было вообще в списке с того, как я убил, появилось у тебя там все по нулям? ну, у меня 3 убийства 3 хэдшота ну, то есть, 3 убийства зомби ага в предыдущей серии я положил маленьких слава богу, это все обнулилось потом мне 4 выстрела в зону произвел а он в итоге не сдох да, думаю, потом зайдешь на другой сервер может лагало, да так, блин домик там еще нет а вот сюда домишко так что, начнем с левой стороны? ну, потихоньку слева направо а это еще, кстати, не населенный клон это тут небольшой такой хуторок да где там у нас тут основное все там подальше ну, мы почти уже вышли все, Петровка там будет, не знаю да, да 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 я ее вижу уже вон она ага мы с тобой в ней вроде не были или были в Петровке мы не были ни разу так, тут какая-то табличка нам посмотреть это зомби убита лежит или что это? или это что? нет, это мусор, по-моему помойка вон зомби ходит, значит, тут достаточно тихо? тут ничего нет все в сторону так, ты где? да я назад сбегал, там табличка какая-то была, хотел почитать любознательники сегодня слева вдалеке зомби да, есть такое дело вот эту машину тоже починить можно вот, чего вы говорите такое, что прям это беда какая-то вот опять машина на боку сколько машину давай сейчас это перевернем, надо поедем с горки как будто, я не знаю, тогда говорили, как будто это что-то такое экстраординарное, что машина на боку лежит дискарки вон такое из-под дисков покатятся, да с дырком, с шумом так, что по дороге пойдем? давай четыре возьмем а в драйбле красно-право пойдем ты правее пошел да а ты левее пошел да? да 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 ну ладно, тогда я тоже к тебе пойду там что зомбят ко мне пошел в лесу могут быть? могут ага, да ну вроде не слышно пока ты где именно тут находишься? подальше прошел вперед? иду вдоль дороги, да ладно так, зомби через дорогу где-то там кстати, кто-то писал мне, что было предложение к разработчикам мода сделать автокик то есть ты убиваешь какого-то человека а ну не из бандитов и сам умираешь там секунд 6-15 да это в принципе, ну не знаю мне как-то пофигу, будет, не будет такой новой идеи я не знаю, как к нему относиться то есть с одной стороны, ну правильно потому что смерть тут еще больше будет богатей и народ еще осторожнее будет да с другой стороны иногда же хочется зайти и отомстить я несколько раз так делал и забирал свои вещи обратно ну да тоже хорошо по-своему конечно, если не придется бежать через всю карту для вести ну вот меня в электрозаводске когда убили я пришел, отомстил да собрал свои вещи так, ну здесь только зомби-зомби-зомби-зомби вот может Хаймер тоже можно починить угу может почти целый у меня не Хаймер, это же не Хаймер, это УАЗик ну правда Хаймер ну это-то точно можно починить ну там такое вот стекло собрать в кучку, да хе-хе-хе клеем моментом залипенит нормально поедет а зонит мало че у нас там? вдоль дороги на машина на сквит что ли стоит ну тут дом скорее всего заходной но я бы не стал давай налево пройдем щас чуть назад и тут дырка в стене пробойно даже я бы сказал о колонка я как и распить хочу да попьем, да у меня щас тоже уже так ты пока пей я посмотрю так пью наполняю мне бы еще и покушать не мешало съесть еду отлично уже твоя есть давай, теперь ты так блин, фляжка у меня ном ном-ном-ном это во втором принце персии если его оставить надолго на некоторое время то он начнет ээээ дрочить простите за слово ааа он в какой-то из частей его просто оставляешь он иногда начинает наеривать короче это третье наверно потому что там оно более было какое весело там бледить это еще в конце когда он это на курицах дарался и там падал на пол это чисто прикол было такое Ну вот это вот реальный факт. Ну вот это вот реальный факт. Не видел. Зоми где-то за уровнем. Как раз я сейчас перепрохожу принцип так что. Тут интересно. Проверить миф. Давай мочи. Отлично. Фаншот ван килл. Кто-то еще хочет с этим опасным человеком встретиться. Да, они нас убьют как встретиться. Мы же днище. Да блин, хватит про хейтеров вспоминать. Такое ощущение нас послушать, что у нас одни недоброжелатели. Нет, просто очень много людей. Не знаю, в каждой серии про них вспоминаем. Давайте теперь будем говорить только оо. Давай добрее говорить. Спасибо вам люди. Да, ваша поддержка именно нас и двигает вперед. Если бы не вы, то и не мы бы. Вот. А что написано? Около такого же домика ты меня оттуда убил по-моему. Хочется, там дома написано. А нет, тут другой домик. Спилка это какой-то. Еще одна машина побита. Так, нам похоже никак не обойти. Так, направо посмотри. А, нам подойдешь. Ничего у тебя тоже такое было. Не было я ничего. Весело. Так, сейчас по-моему этот зомби будет. Немлис не выдержал и вышел все-таки. Видимо русские были к нему. А, добрый. Да, вон там прыгун справа. Справа тут за углом по-моему зомби. Вон он близко. Так, а может 47 минут с ним. Ох, я прикинь, я... Я видел, видел. Я видел, видел. Вот так вот я повернул, да. Я чук и стрельнул. Блин, я вообще не хотел нажимать. Но получилось круто. Красава, чайка. Это было специальное дело. Не подумайте. Куда? Петровка. Так, вон там по той отвилке охота заглянуть. Вдруг там где-нибудь мотоцикл придет. Давай заглянем и... Почему мы даже велосипед не можем найти? Что ж такое? Я не хочу че отвечать. Потому что там не везет, я не знаю. Да просто сервера разные. Может, да. Потому что вот двое человек бегали, и в течение одного дня мне сказали, что они... Ну и сказали и показали, что они нашли, блин, мотоцикл. Потом нашли велосипед, и еще потом на этот нашли. Так, ну тут больше ничего. Два цикла нет. Вообще, как-то Петровка у нас не богато на все это. Ну да. Мы захолустье местное. Ну да. Тут палатка. А, нет, тут палатка. А, я испарился тут. Или я? Я убил. Так, мне нужно перевязаться. Давай. Елки. Блин, ну... У меня бинтов нет. А. А. Прикинь. Дай мне бинтов. Даю, даю, даю. Положил в рюкзак. Где они? Бинты. Давай, давай сюда. Давай кровь. До свидания. Блин, ты прикинь, у меня бинтов нет. Офигеть. Я только сейчас это заметил. Так, он будет перевязываться, нет? Все, привязался. Да, блин. Ой, меня перетряхивать его. Где зомби, где еще? Где? Так, мне нужно более уторяющий принять. Шел какой-то. Пляшил, я его убил. Выросла я здесь. Выросла я здесь. Блин, прикинь бинтов нет. Давайте мы еще один, да? У меня более уторяющий нет, что ли? Ты вообще что-то как-то... У меня главное морфий есть. На. Два адреналина есть. Держи, держи более утоляющие бинты в рюкзак типа. Зомби подходят где-то поблизости, слышу его. Пока паси. Я пасу пока не вижу. Ой, он очень близко, судя по звуку. Вот он. Круто. Так, ладно. Что-то это был какой-то фейспалм, честно говоря. То, что у меня такое... Да ладно, все нормально прошло. В итоге... Твою мать. Я вообще не понимаю, что происходит. У меня опять СВД камуфляжное лежит в бэкпэке. Зачем ты его с собой носишь? Я ее выкинул давно. Что за ерунда, я извиняюсь. Как так? Я не знаю. У меня главное... И патронов к ней нет. Ну-ка посмотрим хоть как выглядит. Людям покажем. Вот видите, вот этот куст, вот это вот СВД. Классно. Вот мне бы она подошла. Да блин, ну по-моему бесшумное оружие оно получше все-таки. Нет, я в смысле под камуфляж. Я ее выкидываю. Простите снайпера, если кому-то это очень важно, мол... Блин, СВД, СВД. Не, она нам нафиг не нужна. Хотя пусть лежит пока. Мало ничего. То, что я ее столько не замечал, это показывает, что у нас запас не тянет. Карман. Да. Так, надо выбирать сосуд. Что-то мне, блин, уже не нравится это. Вон там заборчик еще один идет. И справа еще один идет. Так, не попал. Как я не попал? Они за домиком как раз обходят. Но надо бы выйти и серию завершать. Так, здесь у нас пасека. Сейчас увидим. Не волновайся. Я не волноваюсь. Просто я думал, что здесь будет... Не знаю. Здесь вообще ничего более полезного. Луна какая-то темная, ничего не видно. Еще и луна же у нас за горкой. Красный ночек. Отлично. Вот так. Что, в лесок он туда? А, куда? Пойдем. Капец, у меня СВД, оказывается, лежит. Как она там? Я же выкидывал. Ну, может, нас после этого выкинуло и отбросилось? Так мы после этого сколько играли-то? Мы после этого сходили на клен. Ага. Это где-то несколько километров. Это мы... К-любому сохранило бы наш сервант. Может, я патрон только выкинул, а я не выкинул. Может, хрен знает. Ну, бывает так и бывает. Ну, короче, для людей-то это было позавчера. Тихо. Ой, блин, показал, что там вон на горизонте два человека. Да. Пожалуй, все. Два бывших человека иду, да. Думаю, смотрят в нашу сторону, а у меня этот пистолет с глушителем. Я беззащитен. А ты спиной идешь и поменяешь. Так. Ты где-то? Давай вот сюда чуть-чуть в кустике отойдем. Я прям перетодаю. Что делать куда-нибудь сюда вот в кустике? Вот здесь отлично бурировано. Давай. Поверни сюда шин. Повернулся. Ладно. Так. Давайте-то на самом деле на этом завершать эту серию. Ну, в принципе, эта серия была более спокойная. Но, как вы видите, в деревни мы не боимся заходить. Мы их чистим. Просто сегодня мы ничего не встретили. Бывает и такое. Да. Следующей серии двинем дальше на своем долгом пути к Каменке. Зайдем еще в кучу таких же деревенек. Короче говоря, это, я думаю, надолго у нас. Так что, надеюсь, вам понравилось. Джек Шепард, есть тебе что сказать? Только до свидания, друзья. Давай, купи себе новый микрофон. А мы, ну, пока заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур и Джек Шепард. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok